Новости 24 продолжают работу в режиме онлайн. С вами Захар Алиева. Здравствуйте. Росздравнадзор России выявил в Дагестане нехватку тестов на коронавирус и лекарств. Ранее республику посетила комиссия федеральной службы, которая проанализировала деятельность регионального министерства. Итоги анализа уже опубликованы. Основной проблемой субъекта в документе обозначено недостаточное количество тестирования населения на COVID-19. Связывают эксперты это отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов. Также выявлена нехватка кадров в амбулаторном звене, отсутствие системы мониторинга пациентов, которые лечатся на дому. Кроме того, отмечается, что перепрофилированные для лечения больных коронавирусом медучреждения работают слабо и мало обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты. По результатам анализа региональному Росздравнадзору поручено провести проверку Минздрава Республики. Более 8 тысяч коек развернуто для оказания помощи больным. Поначалу были развернуты койки в 28 больницах, однако из-за большого наплыва пациентов и нехватки мест за несколько дней увеличили количество коек в 69 медицинских организациях. Для удобства коечный фонд стали выделять по степени тяжести заболевания, определив места и для пациентов, переносящих его относительно легко, жизни которых ничего не угрожает, и для пациентов с тяжелым течением болезни, нуждающихся в постоянном наблюдении специалистов. Так в детскую республиканскую больницу и на базу санатория энергетик направляются пациенты после болезни на долечивание. Педагоги Махачкалы решили поддержать врачей. По инициативе мэра столицы учителя приступили к пошеву марлевых масок для горожан. Ведь чем больше людей защищены средствами индивидуальной защиты, тем меньше будет больных в медучреждениях города. Хадижа Курбанова расскажет подробнее об этой акции. Учителя не смогли остаться в стороне в условиях нехватки средств индивидуальной защиты. Более 40 неравнодушных педагогов шьют маски ежедневно. Елена Растягаева одна из тех, кто первая приступила к шитью масок. Говорит, что стала волонтером, потому что желает помочь людям. Просто помочь. Потому что жалко, что кто-то умирает, болеет. На сегодняшний день это очень тяжело. Потому что видя, как близкие, друзья, семьи болеют, это очень тяжело. На данное время хочется просто помочь. Учителя уверены, чем больше людей будут ходить в масках, тем выше вероятность уберечься от заразы. А следовательно, и меньше ковидных пациентов будет у врачей, которые сегодня, объединив все усилия, борются с болезнью. Поддерживать наших врачей решили таким образом. Как мы можем, так и поможем. Потому что в данное время очень много больных в среде, родных, родственников. В течение дня у нас получается где-то 300-350 масок. А за 3-4 дня мы сдаем 1500. Готовый вариант. Закупают материал для производства масок мэрии столицы региона. Социальный проект поддержан городским штабом по предотвращению распространения COVID-19 на территории Махачкалы. На сегодняшний день более 80 тысяч масок мы уже произвели в рамках работы городского оперативного штаба. И мы раздали маски волонтерскому корпусу, военкомату, сотрудникам правоохранительных органов. Помимо этого мы подключили бизнес-сообщество, и бизнесмены будут закупать эти маски. Маски, сшитые педагогами махачкалинских школ, раздают на улицах в самых многолюдных местах. Их получают пассажиры общественного транспорта, автовладельцы, посетители столичных рынков, магазинов и аптек. Я совершал прогулку небольшую по городу и увидел, что здесь администрация города раздает маски. Хотелось бы призвать наших людей беречь себя, соблюдать гигиену, рук, одевать средства защиты, чтобы максимально уберечь себя и своих родных и близких. Директора образовательных организаций города отмечают, что добровольцев среди педагогов становится все больше. Каждый хочет принять участие в эстафете добра и передать ее другим. Педагоги планируют наращивать объемы фашива масок, так как необходимость в них растет. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Полицейскими задержан подозреваемые в незаконном обороте сильнодействующих препаратов в крупном объеме. Владелец авто, в котором были обнаружены лекарства, доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Кизлярского района. Препараты изъяты и направлены на экспертизу. По предварительной оценке, обнаруженное оценивается в 2 миллиона рублей. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Продажа алкоголя в Рамадан запрещена. За исполнением закона о запрете торговли спиртными напитками в священный месяц проследили активисты федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы. Как наши предприниматели пытаются обойти этот закон, увидел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Заглянул за ширму, выбрал бутылку и оплатил. Так Константин Демченко успешно совершил контрольную закупку. Рейд «Трезвая Россия» в магазин по улице Ирчика заказа стал владелицу врасплох. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот именно. Вот именно. Вы не знаете закон. То, что эта точка пользуется большим спросом, понять было несложно. Только за полчаса нахождения активистов на месте пришли и развернулись 10 человек. Предприниматели хитрыми способами обходят закон. Мы убедились, что данная бутылка должна находиться на прилавке, то есть она еще не проданная. Тем самым предприниматели уже фиксируют для себя определенные штрих-ходы акций закмара. И после завершения месяца рамадана, когда уже будет разрешено продавать алкогольную продукцию, они ее внесут, якобы проданную уже в то время, когда разрешено продавать. Закон, запрещающий продавать спиртные напитки в дни месяца рамадан, был принят в Дагестане еще в 2013 году. Как показывает практика, он не соблюдается. Несмотря на то, что ежегодно перед началом рамадан месяца мы предупреждаем всех предпринимателей, продающих алкогольную продукцию, чтобы они не продавали алкогольную продукцию, так как закон действует с 2013 года, но некоторые предприниматели как бы все-таки продолжают нарушать закон и продолжают продавать алкоголь. Похожая картина и в других точках сбыта. По многочисленным заявкам рейф провели в пивбаре в районе Нового Кяхулая. Он закрыт для посиделок, работают на вынос, при этом на полках здесь явно не продукты первой необходимости. Вину за продажу алкоголя на себя берет продавщица, якобы открылась она по своей воле. Все это, чтобы избежать крупного штрафа в надежде, что протокол составят на физлицо. Само заведение находится при местном пивзаводе. По словам сотрудников, к этой точке сбыта они отношения сейчас не имеют. Ну, данные предприниматели у нас, как всегда, предприимчивые. Они находят для себя лазейки и всеми способами пытаются реализовать алкогольную продукцию. В данный момент на территории завода функционировал пивной бар, торговали алкогольной продукцией на вынос. И по данному заведению было очень много жалоб к нам в социальной сети. Местные жители писали, что пивбар не перестает функционировать и в период священного месяца Рамадана продает алкогольную продукцию. После того, как участники антиалкогольного рейда зафиксировали правонарушение, сотрудники полиции составляют административный материал и направляют в суд для вынесения решения. Предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей. На территории Дагестана продолжается борьба с распространением саранчевых вредителей. В рамках этой работы специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики побывали в Кочубейской зоне отгонного животноводства, где проинспектировали ход работы. Подробнее об этом расскажет Алина Багилова. Обработать землю важно как можно раньше, до того, как прожорливые насекомые захватят пастбище, уничтожат все на своем пути. Под угрозой может оказаться будущий урожай. Надо успеть, пока насекомые не встали на крыло. Тогда их уже будет очень сложно остановить. Сейчас обработку химикатами ведут с привлечением наземной техники. Идет отрождение саранчевых вредителей. Первое отрождение началось 30 апреля на 2-3 недели раньше, чем в прошлые годы, потому что теплая зима текущего года оказалась благоприятной для развития личинок саранчевых вредителей. На сегодняшний день обследовано всего на наличие в саранчевых 118 тысяч гектаров. Из них более 18 тысяч гектаров заселено саранчевыми вредителями. Совместно с руководителями хозяйств специалисты Росельхозцентра проводят обследование на предмет заселенности саранчевыми вредителями. Все это потом согласовывается с Министерством сельского хозяйства. Составляются графики для того, чтобы проводить оперативные обработки. И в таком ключе проводится работа. Химикатами уже обработано около 3000 гектаров из 118. Во время дождей ветров химзащитные работы были временно приостановлены. От этой мелкой и безобидной, казалось бы, на вид марокканской саранчи страдают многие хозяйства. Марокканская саранча – один из самых злостных вредителей, обитающих на земле. От данного вида насекомых исходит особая опасность. И заключается она в том, что саранча научилась мутировать и противостоять воздействию ядов. Таковы новости на сегодня. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова